МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале 1877 года Достоевский прочел во многих отношениях замечательное письмо, присланное евреям по фамилии Ковнер. Этот самый Ковнер оказался весьма доброжелательным и благодарным читателем романов Достоевского. Он писал в письме, с каким вниманием следит за творчеством великого писателя. В то же время автор письма выразил свое решительное несогласие с позицией Достоевского по еврейскому вопросу. «Я намерен затронуть один предмет», – писал Ковнер, – «который я решительно не могу себе объяснить. Это ваша ненависть к жиду, которая проявляется почти в каждом выпуске вашего дневника. Я бы хотел знать, почему вы выстаете против жида, а не против эксплуататора вообще. Я не меньше вашего терпеть не могу предрассудков моей нации. Я немало от них страдал, но никогда не соглашусь, что в крови этой нации лежит бессовестная эксплуатация». КОНЕЦ Письмо Ковнера – это не единственное обращение к Достоевскому по еврейскому вопросу. Этот вопрос волновал уже многих образованных русских евреев, и самому писателю он был далеко не безразличен. Трудно представить эту ситуацию во времена Пушкина, Лермонтова. Их еврейские мелодии – это дань европейской романтической традиции, не более. Реальных евреев для них как бы и не существовало, они их не видели, не знали. Пушкин однажды, будучи в Кишиневе, увидел странную толпу тамошних евреев. Ну и что? Любопытно, не более того. Еврейского вопроса для него певца империи свободы не существовало. Нуждами тогдашнего еврейского населения Российской империи, которая проживала в черте оседлости, занималась по необходимости русская власть. Император Николай I и его бюрократическая машина ставили смелые эксперименты. Пытались сделать из евреев хлебопашцев, солдат. Толку от этого было немного. А потом началась другая эпоха. Эпоха великих реформ императора Александра II. Эпоха перехода к новой неведомой жизни. Трагическая эпоха. Одни дорвались до денег, другие до либеральных идей, кто-то до борьбы с царем не на живот, а на смерть. Все до чего-нибудь дорвались. И Достоевский видит, Россия висит над бездной. Еще чуть-чуть, и все рухнет в тар-тарары. Вот в какой атмосфере появляется у нас по-настоящему еврейский вопрос. За ним стоит нравственная тревога, как и сегодня, беспокойство. А вдруг Россия не выдержит очередного перехода, очередного кризиса? Вдруг все будет распродано, развалено, затоптано. И сделают это те, кому чужда. Россия, ее народ, ее вера. Достоевский олицетворяет эту угрозу с нигилистами, с либералами-западниками и с евреями. Именно в этот момент Достоевский получает письмо от Альберта Ковнера. От еврея. И не просто еврея, а от еврея-узника, сидящего в тюрьме, в московской бутырке. Этот человек совершил преступление. Он осужден. Лишен всех прав состояния. Он никто. Но для Достоевского он человек. Кто бы он ни был, он человек. И Достоевский не только дочитает длинное письмо Ковнера, он отдаст должное его уму, его литературному дарованию. А письмо действительно написано блестяще. Мало того, Достоевский найдет время ответить узнику, морально ободрить его и деликатно оспорить те его мысли, с которыми он, Достоевский, не согласен. Что еще к этому нужно прибавить? Что сказать тем людям, которые до сих пор считают Достоевского антисемитом? А это стало дурной традицией, господа. Перечитайте, пожалуйста, письмо Достоевского сидящему в тюрьме еврею. Я родился в многочисленной нищей еврейской семье Вильне. Так начинает Ковнер рассказывать свою историю в письме Достоевскому. Еврейской нищеты писатель, вероятно, не знает, но нищета русская, петербургская известна писателю не понаслышке. Ну так что ж, в каком-то смысле обитатели петербургских трущоб мало отличаются от жителей беднейших кварталов Вильны. И там и здесь люди ведут отчаянную борьбу за существование. Но в то же время в Вильне действует множество еврейских школ и талмудических академий. Все еврейские мальчики учатся. Нищета не мешает им в совершенстве. Иногда наизусть знать Библию. Книжная, интеллектуальная деятельность не является у евреев привилегией состоятельной верхушки. Люди, не знающие вкуса масла, молока, могут долгие годы, иногда всю жизнь посвятить изучению священных фолиантов. Такая судьба ожидала и Ковнера. Он носил тогда еврейское имя Авраам Урия. Сгитался по еврейским школам местечек западного края. Жил на чужих хлебах. Способностями его Бог не обидел. И в будущем он мог стать раввином, служить в синагоге, быть всеми уважаемым человеком. Тем не менее, Ковнер избрал себе другую, гораздо более беспокойную жизнь. Этот выбор Ковнера мало чем отличается от аналогичного выбора русских семинаристов. Те отставляли в сторону священное писание, Евангелие, и принимались за сочинение Белинского, Добролюбова и Писарева. Еврей Ковнер распрощался с Талмудом. Навсегда. Но нашел себе все тех же учителей русских революционных демократов Белинского и Писарева. Ради новых кумиров Ковнеру приходится резать по-живому. Приходится покинуть родной еврейский мир, и бежать из дома. У него уже была семья, его успели женить. Был тесть. Человек небедный. Со временем лавка тести могла перейти к нему, к Ковнеру. А он бросил все и бежал в Киев. И не для того, чтобы добыть миллион, а чтобы послужить делу прогресса, устроить общество на началах разума и справедливости. Он так напишет об этом в письме Достоевскому. Я возымел мысль сделаться реформатором моего несчастного народа. Вот так. Замысел действительно грандиозный. Особенно, если учесть, что самому реформатору едва исполнилось 20 лет. В 1871 году Ковнер приезжает в Петербург. Реформатором еврейского народа он не стал. Его отвергли. Но он пытался. Написал несколько книг с резкой критикой иудаизма и еврейских предрассудков. Для него, еврейского Писарева, все традиции еврейской жизни, культуры были одним большим предрассудком. Вы спросите, что он искал в Петербурге? Ну, конечно, единомышленников в среду. Хотя, по большому счету, для него было уже все равно, где заниматься общечеловеческим делом. И какие основы сотрясать? Были бы газеты, журналы, был бы читатель, одуревший от новейших идей, в том числе идей социалистических. В реформенном Петербурге всего этого было в избытке. И это не беда, что Ковнер всего 10 лет назад выучил русский язык, что ему было недосуг заняться серьезным образованием, поступить в университет. Это не беда, что обо всем он имеет самые поверхностные представления, о русской жизни не знает вообще. Это не беда. Главное – правильно мыслить. И тогда, даже при наличии скромных литературных способностей, журнальный Петербург примет тебя в свои объятья. Сочинения Ковнера появляются во многих петербургских изданиях. Не все из них имеют широкое распространение, но газету Краевского «Голос» читают многие. В этой газете Ковнер будет вести большой четверговый фильетон. А вот это забавно. Да кто он такой, этот Ковнер? Откуда взялся? И есть ли у него моральное право публично судить обо всем, что происходит вокруг? Критиковать русских писателей так называемого «правого лагеря»? Какой ужас! Эти писатели не поспевают за передовыми идеями. А ведь Ковнер будет критиковать даже Достоевского. Роман «Бесы», по мнению фильетониста, это курьез, не стоящий внимания русской публики. Его герои бредят наяву. И место самого писателя в доме умалишенных. Впрочем, это не оригинальная мысль. Это общее мнение тогдашней либеральной публики. В своем письме Достоевскому из Бутырской тюрьмы Ковнер не скрыл от писателя, что в прессе много и азартно критиковал его литературные труды. Об этом можно было и умолчать. Ковнер подписывал свои публикации разными литературными псевдонимами. Но Бутырский узник писал Достоевскому «Честное, искреннее письмо». Это была его исповедь, и он не скрыл ничего. В том числе важные обстоятельства своего преступления. В Петербурге Ковнер нанял комнату в бедном еврейском семействе. Глава семейства, простой ремесленник, к тому времени умер, осталась вдова и четверо детей. «Нищета была страшная», вспоминал Ковнер. «Жили без всяких средств». У него самого в то время были очень скромные литературные заработки, но с самого начала он чем мог, помогал несчастному семейству, заботился о детях. «Мама», как-то сказала младшая из дочек, «это наш папаша встал из гроба». «Нет», – отвечала простодушная женщина, «это чужой, только очень добрый, он о нас заботится». Более всех в этом еврейском семействе нуждалась в помощи старшая дочь, Софья. У нее была типичная петербургская чахотка. Ковнер покупал ей лекарства, когда потребовали обстоятельства, нанял для нее дачу. Конечно, самую дешевую, за пять рублей в месяц. К этому времени в их отношениях уже появились эти трепетные нотки приязни. Однако ни он, ни она долгое время не решались заговорить о своих чувствах открыто. Они были бедные люди. Будущее Ковнера было туманным. Его дела шли все хуже и хуже. Ему пришлось оставить журналистику. Ради заработка с помощью знакомых он устраивается в петербургский учетный и судный банк. Звучит солидно, но должность у него самая незначительная и оклад соответствующий. Да и не такая у него натура, чтобы сделать банковскую карьеру. Вероятно, ему все-таки придется покинуть Петербург. Когда он сообщит о возможной разлуке, горячо любившей его еврейской девушке, она упадет в обморок. Положение кажется Ковнеру безвыходным. Ну что же делать? Несчастная Софья, ее бедное семейство, живущее благодаря его помощи, что с ними будет? И что будет с ним, Альбертом Ковнером, с его чистолюбивыми мечтами, с его талантами? Неужели бесславный конец? Здесь просто невозможно не вспомнить великий роман Достоевского «Преступление и наказание». Ковнер внимательно читал роман. Психологический путь Раскольникова навстречу преступлению ему известен. Однако расчеты идеи Раскольникова необыкновенно привлекательны. И Ковнер решает повторить путь литературного героя. Правда, совершая преступление, он обойдется без топора, будет действовать более изощренным способом. Используя служебное положение, Ковнер похитит Инстбанка 168 тысяч рублей. Почему такая странная сумма? А потому что у него есть еще и своя теория. Все банки основаны на обмане. Значит, можно взять. Тем не менее, он посягает не на все. Только на 3% чистой прибыли крупнейшего банка России. Вот такая арифметика. Ковнер сделал подложный перевод из Петербургского банка в другой, московский. В Москве ему удалось получить требуемую сумму наличными. И он сразу же отправился на юг. Вместе с ним ехала ни о чем не подозревающая Софья. Беглецы отправлялись за границу и хотели начать в Америке новую жизнь. Сыскная полиция помешала осуществиться этому плану. Ковнера задержат в Киеве. Из Киева отправят в Москву Бутырскую тюрьму. А через 4 месяца он предстанет перед судом. После объявления приговора он напишет Достоевскому то самое знаменитое письмо. Письмо и в самом деле удивительное. Вот, казалось бы, сидит бесправный узник ошельмованный оплеванный к тому же у него горе не выдержав разлуки и позора умерла его любимая Софья. Все померкло все надежды рухнули и этот человек находит в себе силой объясниться с великим писателем по еврейскому вопросу. В ответном письме к Овнеру Достоевский напишет прямо, что он вовсе не враг евреям и никогда им не был. Но подробно касаться еврейского вопроса в частном письме не станет, а посвятит этой теме большую главу в ближайшем мартовском выпуске дневника писателя. Если бы Достоевский и там с самого начала не оговорился, что в его сердце нет ненависти к евреям, читатель мог бы прийти к прямо противоположному мнению Достоевский пишет открыто, резко ничего не смягчает и все только о том, что ему не нравится в евреях. Не нравится изолированность, замкнутость еврейского мира, который существует наподобие государства в государстве. Особенно не нравится писателю вековечный золотой промысел евреев. Бержевики и жиды для Достоевского суть одно и то же. Он с ужасом смотрит в будущее и видит там царство еврея, а в современной ему России он видит Полякова, Варшавского и Зака, которые в эпоху реформ сколотили огромные состояния на железнодорожных концессиях. И, конечно, Достоевский пишет о евреях проценщиках, кабачниках. Обижаться на это, знаете, нечего, это правда. Одно только но. Это не вся правда. Не может характер и культура целого народа изображаться одной черной краской. В чем тут дело? Почему писатель провидец видит столь искаженную картину? Почему он, Достоевский, не видит тут человека? А потому что его занимает идея. Только идея. во-первых, русская идея, а во-вторых, идея жидовская. Как он ее понимает? Отсюда совершенно фантастический финал его размышлений по еврейскому вопросу. Но да здравствует братство, да будет духовное единение племен, и никакой разницы прав. Все заканчивается торжеством русской идеи. Идеи все единства. Но это все-таки идея, а в жизни, в реальной русской жизни, был ли в прошлом хоть один пример такого братства? Представьте себе, оказывается, был и не один пример. Проживи, Достоевский, еще 8-10 лет, он бы узнал историю отца Сергия. Жизни труды этого замечательного человека связаны с новой бумагопредельной фабрикой в Петербурге. Тогда это было еще в диковинку, и многие современники удивлялись, видя священника во дворе фабрики. Да, и что ему тут было делать? Фабричные в России это, мягко говоря, не самые ревностные христиане. Конечно, они отмечали церковные праздники, но отмечали по-своему, пьянствовали, предавались разгулу, доходящему до мордобоя, в будни пили меньше, работали. Вот, собственно, и все, что можно сказать о невеселой жизни передового класса в России. На новой бумагопредельной фабрике с некоторых пор было все по-другому. У местных рабочих был отец Сергий. Он был своим человеком на фабрике. Его знали, его любили. Он был нужен людям. Они шли к нему с любыми вопросами, житейскими, духовными. Его слово, мнение было непререкаемым авторитетом. К этому следует добавить, что у отца Сергия была характерная еврейская внешность и заметный акцент. По своему происхождению он был евреем. Но для здешних рабочих это не имело никакого значения. Скажу более, в среде фабричных его считали чуть ли не святым. Никто не поручал этому человеку делать то, что он делал. Никто не посылал его на фабрику. Когда-то он работал на этой фабрике служащим, получал неплохое жалование, православным священником он станет много позднее. Сначала он сошелся с рабочими, стал собирать их у себя. Он сделался пастырем прежде священства. В чем тут секрет, спросите вы? Как, каким образом будущий отец Сергий расположил к себе грубых, непросвещенных людей? Да нет тут никакого секрета. Какой бы это был прекрасный народ, говорил отец Сергий, если бы с ним обращались по-человечески. Вот и вся наука. Искать в человеке человека. Об этом писал, к этому призывал Федор Достоевский. Однако по отношению к евреям он не вполне справился с этой задачей. И русское правительство не вполне справилось. Иначе многое было бы по-другому. Если бы еврейский вопрос в России решался бы по-человечески, он бы не превратился в острейшую проблему при императоре Александре Третьем. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Еврейский вопрос. Русский ответ». КОНЕЦ